Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Человек, как известно, умеет приспосабливаться к любым условиям, а особая неохотчивость приобретается именно в связи с появлением каких-либо запретительных мер. Как пишет газета Бизнес Новости, в регионе принялись разрабатывать антитабачный закон. Уже сейчас сформирована рабочая группа из общественников, чиновников и медиков, которые должны определить места, где нельзя будет затянуться. И стоит заметить, что в Госдуме сей документ пока никак не может пробиться через стену лоббистов табака. Однако, как заверил вице-губернатор Дмитрий Матвеев, на региональном уровне закон будет принят вне зависимости от федералов. Да и верно, что что запрещать в Кирове за последние годы научились без чьей-либо помощи. Инфопресс Ну а Единая Россия пытается всеми правдами и неправдами очистить свое очерненное имя. Как пишет газета Ветский Наблюдатель, партийцы готовят обращение в правоохранительные органы по поводу распространения так называемых листовок Навального. Их оппозиционер предложил рассылать пользователям сети. В них он приводит информацию о тарифах в регионах лояльных партий власти и тех, которые ее любят не в полной мере. И указывает прямую взаимосвязь в ценах на коммуналку и проценте поддержки единой. Да еще и делает это все от ее имени. Так или иначе, партии это не понравилось и назвали ее члены все это разжиганием розни между жителями разных регионов. С другой стороны, разжиганием скорее стоило бы назвать не сравнение тарифов, а сам факт их установления. Инфопресс Если раньше систему здравоохранения ругали исключительно жители Кировской области и с их подачи СМИ, то теперь волна докатилась и до чиновников. Газета «Вестевятка» опубликовала антирейтинг медицинских учреждений области по количеству жалоб от населения. В тройке лидеров седьмая, первая и девятая кировские городские больницы. Теперь же областное руководство намерено с неразивых медучреждений спросить по всей строгости. И что интересно, за первые полугодия в регионе жалоб на количество медицинских услуг только увеличилось. Однако в сером доме это скорее посчитали явлением позитивным. Граждане активнее жалуются на нарушение своих прав, потому что теперь больше о них знают. Осталось только выяснить, знают ли о своих обязанностях по другую сторону баррикад. Пока милиция еще не стала полицией, очень трудно было представить, что все так быстро к этому буквенному нововведению привыкнут. А вот вице-губернатор Алексей Кузнецов заметил, что не все решились на такие кардинальные изменения. К примеру, радиомилицейская волна так милицейская и осталась. По крайней мере, есть возможность хоть как-то дистанцироваться от ассоциаций с нынешней структурой правоохранителей. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым.